12 августа в России отмечается день военно-воздушного флота. Тверская область напрямую причастна к этому празднику. В нашем регионе располагается целый ряд соединений, играющих важнейшую роль в обороноспособности страны. Среди них авиагарнизон в Мегалове. Накануне этой торжественной даты его посетил губернатор Игорь Руденя. Вот такой красавец Ил-76 является без всякого преувеличения рабочей лошадкой военно-транспортной авиации. Дело не только в том, что самолеты под маркой «АН» постепенно списываются по мере выработки ресурса. Важно и то, что этот транспортник, созданный в КБ Ильюшина, получился на редкость универсальной машиной. Он может практически всё. Включая десантирование, слив огнегасящей жидкости, что касаемо пожаротушения, перевозку войск, техники грузов. Все задачи, которые стоят, выполняются данным типом самолета, Ил-76. Всевозможные грузы — это не только танки или боеприпасы. Военно-транспортная авиация выполняет огромный фронт работ и в интересах народного хозяйства. Например, перевозка крупногабаритной техники на север или тушение пожаров. А если учесть, что вот такие самолеты обеспечивают визиты первых лиц государства, то становится понятным, что наши лётчики известны далеко за пределами страны. Особенно вот здесь, 12-я МГИНская краснознамённая дивизия, это весь мир охвачен воздействием наших экипажей на те проблемы, которые решает государство в этом мире и внутри страны, и за рубежом. Не удивительно, что мигаловские авиаторы постоянно получают награды самого разного уровня. Канун нынешнего праздника не стал исключением. Почётные грамоты губернатора Тверской области из рук самого руководителя Верхней Волжи получили старший штурман Сергей Сапоненко и командир авиационной эскадрели Дмитрий Пономарёв. Благодарность главы региона объявлена командиру авиационного отряда Сергею Шмакову, штурманом Евгению Заболотневу и Евгению Зуеву. Игорь Руденя особенно отметил роль Твери в развитии ВТА. Верхней Волжи является одним из центров развития и повышения боеготовности военной авиации нашей страны. Военнослужащие наших воинских формирований подготовили и подтверждают свою эффективность, высокую боеготовность не только в ходе масштабных учений, но и в реальных боевых условиях. В ходе торжественного митинга авиаторов поздравили и представители общественных организаций, в частности, руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова. От всего сердца хотелось бы сегодня поздравить вас с наступающим днём, вашим профессиональным праздником и сказать, что для меня, как и для многих, вы настоящее воплощение смелости, мужественности и чести. После торжественного мероприятия Игорь Руденя провел встречу с ветеранами и действующими военнослужащими. Обсуждались жилищные вопросы об устройстве спортивной площадки на территории части и парка в микрорайоне Мигалова, создание условий для дошкольного образования детей военнослужащих.